Новые палатки и спецодежду презентовали оленеводам Кончиланского сельхозпредприятия. Универсальные жилища и экипировка должны появиться во всех бригадах Чукотки. Такая задача была поставлена губернатором округа Романом Копиным. С рабочим визитом на стоянке бригады номер один в Кончиланской тундре побывали представители комитета по спорту и туризму. Заметные с высоты птичьего полета посреди бескрайней тундры Анадырского куста возвышаются новые строения. Это современные палатки разных модификаций. Одна на 10 мест, другая на 6. Это модель юрта, не такая яркая и размером поменьше. Но характеристики одинаковые. Обе водонепроницаемы и не подвержены оледенению. В них можно установить печь. Для этого в каждом строении есть клапан под дымоход. Удобные и простые в использовании. Такие палатки должны появиться в каждой оленеводческой бригаде округа. Задача улучшить жилищные условия оленеводов Чукотки была поставлена губернатором Романом Копиным. Строения прошли все испытания и были одобрены главой региона. Первая партия палаток была закуплена у нас осенью, чтобы прошли испытания осенью, зимой нашими суровыми морозами и ветрами и весной. И также прошли испытания летом на влагу. Испытания были пройдены. И самое главное, что ветровую нагрузку они держат тоже очень достойно. И складывается буквально разбор, палатка разбирается за 4-5 минут. И сборка палатки также проходит 5-6 минут. То есть это все мобильно, удобно и самое главное, что это легко. Одна из палаток осталась жить в Кончаланской тундре. А вот юрта пока только образец, но уже одобренная оленеводами. Еще одной проблемой для работников тундры остается качественная спецодежда. Этот вопрос также был взят на контроль губернаторам округа. Для работы в условиях тундры, да еще и в регионе с суровым климатом, нужна специальная экипировка. Представители комитета по спорту и туризму презентовали оленеводам предприятия Кончаланский сразу несколько вариантов для любого сезона. Мы презентовали летние варианты, потом межсезонья и зимние варианты, которые до минус 45. Значит, посмотрели, было представлено 6 костюмов. Вот из них именно в бригаде отсмотрели 3 костюма. Сказали, нам нужно это, это и еще попросили все-таки с обувью. У них была большая просьба, заметим обувь. По поручению главы Анадырского района Сергея Савченко будет проработан вопрос с размерным рядом. Закупят не только мужскую, но и женскую, а также детскую спецодежду. По комплекту получат все бригады хозяйства, а еще им доставят средства генерации и связи. Анастасия Матросова, Арсений Гусев, Служба информации.